Словно стиральная доска, массу неудобств доставляет, оттого нередко заслуживает крепкого словца. Участок на пересечении улиц Антона Петрова и Ленинградская. Главная проблема здесь высота рельс. Выступающие рельсы, выбоины и выбитые куски асфальта превращают этот участок дороги в настоящее испытание для автомобилей. В час пик перед этой горкой, как правило, пробки. К слову, таких перекрестков в Барнауле десятки. Один из них на улице Попова, где всегда приличный поток движения. Трамвайные пути автомобили здесь пересекают частенько. Водители стараются ездить аккуратно, дабы не навредить железному коню. Преодолевать рельсы водителям приходится на минимальной скорости. При этом не исключен риск повредить машину. Едем дальше по той же улице Попова. Недалеко от остановки Цветочная видим еще один переезд через пути. Подъем и спуск движение не затрудняет, однако дорожное полотно оставляет желать лучшего. А вот на пересечении улицы Лосихинская и Шумакова удобно проезжать разве что джипом. Легковушки по возможности объезжают ямы, иначе смерть подвески. И крадутся на спуске бампер тоже стоит недешево. Водители считают, такие пересечения автомобильных и трамвайных путей неудобны, а потому и небезопасны. По мнению автомобилистов, некоторые из них стоило бы отремонтировать, другие в принципе изменить. Требуют? Особенно на горе. А какой там переезд? Расскажите. Там переезд, но там нужно просто притормаживать до скорости 5 км в час, наверное. И реально переезд просто через пути занимает минуту-две, наверное. Мне кажется, это долговато. То есть там просто вот такая высота рельсов над асфальтом. Они просто в отвратительном состоянии. Ну, стоило бы поделать, конечно. Разменить подвески. Необходимо. Есть, конечно, места, где этому делили внимание. Ну, вот, например, переезд на мосту Нового рынка, там, конечно, хоть и сделали, но все равно переезд такой довольно проблематичный. Ну, конечно, их надо ниже делать, потому что можно и бампером, и днищем. Раньше были на Зминогорском тракте ужасные, но сделали. В мэрии пояснили, разбитые трамвайные переезды и ямы на перекрестках Ленинградской Антона Петрова и Шумакова-Власихинская отремонтируют в этом году. Восстанавливать переезд на пересечение улицы Цветочная и Попова в 2020-м не планируют. Что касается четвертого проблемного участка на перекрестке с улицей 280 лет Барнаула, то вопрос, оказывается, уже решен. Ремонт проведен. Но углом по-прежнему высокий, есть выбоины. Для выполнения полного объема работ по переустройству трамвайных путей необходимо выполнить работы по капитальному ремонту указанного переезда. Данные работы являются капиталоемкими и требующими значительного финансирования. В настоящее время бюджетом города средств на выполнение указанных работ не предусмотрено. Справедливости ради отметим. Магистрали в Барнауле ремонтируют активно. Только по нацпроекту безопасные и качественные автомобильные дороги отремонтировали 13 участков. А это почти 15 километров дорожного полотна. Но неизвестно, сколько своей очереди будут ждать переезда через трамвайные пути. И остается только гадать, сравняются ли они после этого с рельсами или по-прежнему будут полосой препятствий, создающей немало неудобств. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.